В этой медиации два медиатора, Уайт Галлан и Маджили Эрн, работают с различными группами конфликтующих сторон. Далее вы услышите краткое описание сессии медиации. В случае спора с Мамбаи, медиаторы решили, что целесообразно провести прекокусы, то есть раздельные стороны. Крис, мисс Ганди, большое спасибо вам за готовность участвовать в этой встрече. Я думаю, что медиация будет очень полезна. Пожалуйста, объясните, как Мамбаи видит эту ситуацию? Мы потратили много времени и сил для работы в Индии. Итак, у меня возникает чувство, что мы готовы поговорить об этом. Вы потратили много времени и сил, активности, и теперь вынуждены сворачивать бизнес. Я пытаюсь понять, именно об этом идет речь? Возможно, миссис Ганди расскажет об этом. Да, в основном мы обсуждали действия контракта на длительный срок. Я имею в виду эксклюзивный контракт. Идея была в том, что мы будем единственными дистрибьюторами оксиметров в Индии. Так планировалось вначале. Я имею в виду не то, что случилось на бумаге. Но в основном мы обсуждали, будут ли Мумбаи поставлять товар и расходники, опираясь на хорошие деловые отношения со всеми бюрократическими инстанциями. Не знаю, хорошо ли вам знакомы особенности бизнеса в Индии. То есть, поставляя любое оборудование, вам необходимо объяснять, для чего оно и ряд других моментов. В основном я убеждала клиентов в том, что они не зря тратят деньги, объясняла им выгоды еще до того, как они получали информацию от мистера Чатова. Уточните, это персонал Чатова? Да, это был персонал клиник, они, а также ведущие, менеджеры по закупкам. Я думаю, предмет этого спора в том, что наши контрагенты не понимают проблему. То есть, вы хотите сказать, что напряженность на контракте и попытки его силового расторжения – результат не понимаем? Да, я сказала бы да. Итак, вы чувствуете, что Медпро пытается прекратить контракт? Я чувствую, что часть этой работы нужно переделать. Понимание обязательств по контракту очень важно. Пожалуйста, помогите мне понять, после того, как мистер Чатова покинул компанию, что случилось с того момента? Ну, хорошо. Я имею в виду, мистер Чатова оставил компанию, и Медпро решила прекратить дальнейшую поставку оксиметров. Итак, клиенты звонили нам, запрашивая оборудование по привычной схеме, и мы оказались в неловком положении. Итак, я вижу, что наиболее важно – Медпро понимает ваши перспективы. Как вы видите эту ситуацию и что должно быть сделано? Продолжение следует... Продолжение следует...